здравствуйте друзья у нас на экранах наталья которая не просто так наталья а она мама мальчика артура которые вот игры тестировал мы его показывали недавно и если он геймер сам такой международного уровня вот он к нам приехал а теперь мама приехала навестить сына из откуда вы в техасе я приехала в техас из севастополя в техасе я уже три года замуж вышли за американцы конечно другой стороны как можно было бы приехать в америку я с вами согласна у меня такой способ хорошо так вы в техасе где живете есть такой город называется форт-ворд форт-ворд находится недалеко отдалась а удалось все на военный поздор форт-ворд 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 форте там авиабаза и чем находится не очень далеко первое время когда мы жили в техасе самолета здорово летали стекла дрожали сейчас уже нет наталья мне вот шляпку привезла вы знаете откажу вы сами бы в такой шляпу пошла такая блондинка черная шляпу в черном вам очень пошло тут тоже мне кажется хотите попробовать я могу другую дать у меня много шляп не давайте-ка и ваши померяю вернее ваши наши давайте ярлык если заметили показатель того что это новая слушайте вам очень идет ну-ка так оставайтесь нет мы с вами будем единообразно так давайте меняемся все познается сравнение давайте так будем шерифом это не шерифская это marine corps вы так будете военная барышня я буду ковбой типы нет понимаете чтобы привести шляпу с техаса настоящего ковбоя все дело в том что ее уже специально можно с ним нужно специально заказывать потому что это делается не просто так все я честно говоря даже наблюдала за процессом как это все происходит шляпа делается вообще из кожи настоящий конечно и специальные люди они делают замеры головы не специальные есть такие станки там идет натяжение там что-то с горячим паром что-то происходит на самом деле очень сложная работа а еще столько зарабатывают чтобы такие шляпы себе настоящий когда закажет себе шляпы и сапоги стеснение да такие как мексиканцы вот да ну как обучить честно вам сказать это только приехала сюда первые вопросы были моих друзей ну что ковбои ходят по улицам ходят там их нету что я про вас песню знаю вы прям как из песни а я вам скажу песни так и на мотив частушки так поется собирался в техас мама мне дала наказ ты с ковбоем не гуляй он обманет так и знай по поводу мамы на самом деле если бы не мама я бы там не осталось подождите мама ты где мама уже нету получилось вообще когда я приехала в америку она мне не понравилось бывает конечно в техас там прилипает степь вокруг ковбой но степи степи наверно не там степи нету но мне техас не понравился если честно я собрался про люди климат что не понравилось вот мужчины люди очень хорошие кстати в техазе очень хорошие достаточно дружелюбные я вот мне просто как бы есть чем сравнить потому что я уже была в бостоне я и летала не рук подруги у вас уже побывала до с артура уже очень много попутешествовали огромное ему спасибо а вот грустно когда вот так растет растет раз и уехал куда-то вы знаете что я когда только приехала для тура это не будет секрета какой-то холодность даже почувствовал от него может мне стеснялся когда приехали в америку или сейчас нужен большой мальчик вырастут могу слушать я бы я не напрашивалась такая мамы мне кажется каждый был бы рад и на самом деле у нас очень хорошие отношения до может быть стеснялся не на молодец подождите а вот расскажите мне такую вещь вот он у вас был геймер да вот вы живете ребенок сидит целый день и дети 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 делать игры играет вы как мать не чувствовали что-то может быть не то что то может быть лучше бы с девочками встречался или там еще как чувство расскажите расскажите нам как мать ну как мать вам хочу сказать что самом деле это не очень хорошо естественно я сражалась с этим когда он был помоложе ему лет было наверное 13 ему было ли 12 начнем с того что как бы артура папа умер и мне пришлось его как бы поднимать заболел чем молодой крепкий здоровый красивый жизни никогда не болел ну ладно не будем говорить вот и когда красивый парень должен быть картура сложность пищи апатичный вы попали только красиво конечно и вы я я я писаю там надо очень красивая семья была и сколько было лет мальчику когда осиротел серьезная травма для ребенка вода то есть мне даже показалось он немножко замкнулся вот он может быть он как раз таки вот этими играми может быть спасался он именно тогда ушел в игры или он и до этого или здорово до этого до этого как бы начинал только как бы начинал пытался так как работаешь с молодыми да еще и с компьютерами цифровом магазине работал естественно его ребят спросила что мне лучше сделать не сказать да поставь родительский контроль на компьютер слушать а вот севастополе в цифровом магазине что там продается вот что могли в то время купить жители севастополя вот в таком магазине что-то я начинала скажем так с бытовой техники когда я только пришла в магазин это скажем так было ново для меня всему училась там все было для дома а потом бытовая техника потому постепенно мне стало скучно работать я пришла в цифровую технику ну там не только были продажи я работала это компьютер это были компьютеры цифровая техника да это право техник что фотоаппараты мобильные мобильные телефоны это видеокамеры но вы здоровы с такой сами небось это здоровый поэт такого ты никогда не играла абсолютно никогда мне это не нравится мне это не захватывает несколько ну хорошо значит вот вы самое я понял дайте к мальчику вернемся значит он начал сутками играл ночи ночами не спал вот вам в чем это проявлялось других интересов не было в жизни как вам объяснить когда ты работаешь в магазине ты все время заняты занят с утра до самого вечера плюс ко всему различные инвентаризации проходят контроль товара ну это конечно очень тяжело до того что даже ночью приходилось работать контроля как такового скажем так не было мы жили очень хорошо мы практически ничего не ожидались просто в магазине продавцом я не просто продавец была на мне какая-то лежала административная работа работа сервиса то есть этих денег хватало чтобы вот там мы свободно приходили в магазин и покупали все что хотели ну это отлично . хорошо так хорошо не на пределах разумного естественно и так он у вас и стал играть вы спрашиваете ребят ребята говорят что пусть играет или что говорят говорят что ничего страшного я как бы это все как бы возраст растет все игра не нравился такой ответ если честно я артура говорила что ты будущий отец ты будущий муж ребенку такой учу нет нет я всегда ему это говорила по одной простой причине что он остался скажем так без отца как бы новых мужчин сегодня мне не хотелось приводить но были предложения не сомневаюсь и конечно я не хотел я никогда этого не хотела не знаю у меня жизни моей была одна любовь и она вам сейчас не говорит а чего у нас не было там нет нет мне даже кажется ему это нравится что мама осталась с ним но он он как бы имел много вашего внимания или вы так много работали что как бы вы знаете что когда мне было свободное время это естественно были выходные утро начало с того что артур вставай мы сейчас куда-нибудь уедем то есть я ему таскала на экскурсии я его таскала по юбу к это конечно было с боем я скажем так активный человек для меня сидеть дома абсолютный фанат вот южного берега крыма я много-много лет подряд там были пешком и сходил на машина я тоже люблю изъездил и ласочкины кнездо и некийский ботанический алуку и гурзуф и боже это такие места там какая красоте невероятно невероятно это несравнимо кстати с американской согласно я не знаю это молодость вот и для меня это было молодость вот я тогда был подростком потом студентом и и у меня сейчас такие воспоминания сказочные я не знаю что со мной было бы если бы туда приехал снова и и увидел бы это снова может быть мой плохо стал я не знаю но вот то как она прошла я не хочу даже вот менять вот она она так такой потрясающий я пока что еще знаете в таком процессе и процессе сравнения на самом деле и сейчас все сравниваю ну я бы сказал чтобы вере вот ему здесь находишься очень похожи на крым очень очень похожи знаете на что очень похожи левая часть ваша там где горы очень похоже есть такой городок балаклава муж конечно конечно это историческое место конечно и называют еще маленькая венеция до сохранилась до сих пор это диорама все осталось тоже это был несколько раз там до кома в горле там вот это все когда ходишь сексусоводом просто так вот ну хорошо значит вы с ним путешествовали он не производит впечатление какого-то замкнутого или не не такого не социального мальчик он он производит впечатление а он улыбчивый смотрите конечно то есть не то чтобы игры как-то его вышибли из чего-то потому что его старалась трусить я его выдергивала из-за компьютера девочки были не знаю не так живут я не знаю но друзья в мальчике были только конечно не было увлечения в севастополе находил играл в бильярд ему это сушить я тоже безумно между прочим он между прочим здесь уже приобрел кей это было его мечта и куда с ним там где вот он живет как я поняла недалеко где-то есть бильярдная он иногда туда ходит когда есть свободное время бильярд это просто что-то это это как наркотик но он очень хорошо играет он очень хорошо играет он очень хорошо разбирается в спорте между прочим возможно не играя там особо ему лет сколько 21 22 уже будет ну что же уже большой парень глядишь он сейчас доволен вот он уже несколько сколько-то не так давно но он уже вышел на нормальную работу как бы более-менее нормальную и тупик с играми тоже давно да но мне еще нравится что там не только получается как бы тестирование игр игр заниматься как бы программами переводят программы на русский язык локализацию делали кризация я знаю что вот он следующем месяце по-моему должен куда-то ехать на семинар его пригласили по локализации слушаю класс для молодого парня такой как мы с ним как бы найти ну не то что как мама сына мы даже как бы друзья мы всегда делимся с ним но мне что-то я сейчас изучаю всякие типологии вот и там людей и я могу сказать что вы такой типичный вы такая типичная мама которая больше друг чем даже чем мама то есть вы вот в это у вас такой тип типу кстати наталья квик она тоже такая мама да и я заметила потому что она когда делала свои репортажи на том что-то рассказывает и как бы сама собой говорит и как бы нас спрашивает она что спрашивает я отвечаю да ну что же ребят я хочу поблагодарить наташу что она зашла и я думаю что вы тоже получили удовольствие вот нашего разговора как улыбается хорошо вот и давайте мы пожелаем и маме и сыну чтобы они хорошо себя чувствовали как бы где бы они не жили в америке или где-то иммиграция это не курорт правда это не курорт это стресс во первых еще какая большая работа чтобы приехать сюда да и плюс тем более замуж многие думают что вот вышла замуж за американцы и легко я вам хочу ребята сказать что если некоторые как-то стремятся сюда вот уехать я не стремилась на когда абсолютно откуда же на вас упал то получилось скажем так мне знакомой скажем было брачное агентство как бы только начинала работать она знала что я знаю что приди ко ко мне это сверху был сигнал ребят это все это она так рассказывает а на самом деле это был поверьте поверьте я никого не искала мне мне но абсолютно не нужно у вас был путь у вас был путь и дальше ангел виде подруги мы до сих пор общаемся я очень люблю это она не молодая но на моя самая любимая скажем так женщина у нас дети росли вместе хорошо ее дочка сейчас живет нью-йорке давайте вот что вот все-таки на самом деле можем очень долго давайте брак вот скажите пару слов брак с американцем это тоже работа это надо понять какую-то культуру другую я вам хочу сказать для начала чтобы сюда приехать и общалась с этим человеком это примерно года три потому что мне не было цели сюда приезжал он приезжал севастополь мы даже встречались в киеве мы были просто друзья и мы остались друзьями он не пригласил в техас приезжай посмотришь смотришь на америку посмотришь на техас едет билли на кобыле я себя сдержать не в силе конечно но я сюда приехала сказала мне не нравится ты хороший человек я поехала домой ну а вы себя нашли как-то вот производственном плане то есть может вы работаете где-то знаете очень интересная штука происходит в техасе очень много правила и прикрышенов мне почему-то не везет с работы абсолютно а по-английски вы могли я когда на английском я говорю очень мало дайте муж американец очень много работает боже что вы делаете и так то есть вам поговорить не с кем абсолютно но я хожу в школу два раза в неделю эта школа находится при церкви очень хорошо в какой план католическая там ни одного человека нет русскоговорящего там в основном все мексиканцы так что представьте картину все темненькие я уже представил все темненькие сидит однажденько с Артуром он тоже беленький нет Артуру не надо он приехал кстати в америку с английским языком и чтобы кто не говорил да игры это на самом деле очень плохо но игры дали ему английский язык шикарно подойти подойти так вы можете знаете что вы можете куда-нибудь волонтером пойти вот я например я уже думала что волонтером в этой же церкви потому что церковь очень хорошо senior center какой-то там старички активные то есть вы можете пойти с ними там пару часов в день разговаривать это это сшибает просто с катушек начинаешь уже сам собой по-английски говорит ну возможно не знаю а хочется работать очень знаете что когда вы по жизни все время работаете когда вы независимые машину выводите конечно так слушайте не отказывайте в этом я понял вас просто никто не пихает вы там живете изолирую а вы знаете что я на самом деле там все ну не во все двери стучусь потому что я не могу молчать надо куда-то влезть надо с кем-то поговорить мне надо добиться нашего нашего да и вы по гороскопа вы знаете что и овен и мне что-то никто двери не открывают как-то меня боятся почему-то и много не в дверь приводит нет конечно образно говоря в стрельбе могут да и все началось уже скажем так уже постреливают до старые старые традиции ну что же я думаю что вы еще еще успеете поработать так лет двадцать там до пенсии легко я хочу вам сказать что возможно в следующем году мы с вами увидимся в вашей школе тогда английский учите то есть вы как пользователь у меня сомнений не вызываете любой из нас пользователь ну знаете что бывают люди не очень пользователи вот все-таки люди которые продавали технику они там где-то настроить да и надо установить отконфигурировать это конечно очень важные качества пользователя то есть люди которые в новости проверяют каждый день и они думают что они пользователи они не очень ну ну пойти вот просто пойти настройки какие-то сделать и они уже бах и все или вырубились поэтому все-таки пользователь человек который может техникой как-то обращаться и софтвором обращаться то есть менять там же добавлять самостоятельно не то чтобы ты мне настройка я буду пользоваться поэтому ну чё же давайте тем более у вас тут сынок будет где там остановиться родители и дети должны жить отдельно большие дети ему конечно наташенька давайте я вас уже отпущу я чувствую вас замучил тем более сын уже ждет да вот давайте мы ребятам скажем привет так ручкой помашем привет привет